Точка зрения Андрея Гаврилова Я предупредил, что я это уже зачитал В каком случае напрасно ты это сделал Короче говоря, я первый раз прихожу, наверное, в студию полной абсолютных надежд У меня сегодня такое радостное от надежды Какое может быть прилагательное? Не надежное, а надеждное настроение Надеждовое Еще раз Надеждовое настроение Да, во-первых, судя по всему, пришла зима Пусть даже ненадолго, но мы привыкли радоваться маленьким радостям Хотя сегодня зима Конечно, уже хорошо А то раньше говорили всякие наши русофобы Что у вас даже зимы, видите ли, нету Нет, есть у нас зима Ее украли Да, а нынче погляди в окно, как писал поэт Нет, на самом деле, вот сейчас у нас Сегодня, по-моему, должна Дума Принять решение, одобряем с или неодобряем с поправок президента И вот, небось, некоторые думают, что Дума будет выпендриваться Да, выкаблучиваться Говорить, что нет, поправки не конституционные А я полон надежд Я вот думаю, что они одобрят Что все три фракции Как ты веришь И примкнувший к ним этот самый, как его? И Журавлев Журавлев Что они все в едином порыве встанут и споют Асанну Я думаю, это будет И мы снова будем жить стабильно И я вот посмотрел на состав правительства Я не буду утомлять перечислением всех министров, конечно Тем более, что при всем уважении к любой Они тебе все нравятся Они мне все нравятся И к любой отрасли Отрасли промышленности или нашей жизни Любая из них имеет, конечно, огромное значение Но так получилось, что некоторые больше на слуху Некоторые меньше на слуху Ну, это естественно, да? Ну, на слуху, наверное, ты там, не знаю Во-первых, на слуху вице-премьер, пардон Первый Андрей Белоусов Вот Да И я полон надежд Я очень надеюсь, что Вы помните, да, что Белоусов Это был единственный человек в правительстве В экономическом блоке правительства Который, сколько уже? Пять с половиной лет назад Поддержал присоединение Крыма Все остальные как-то трусливо спрятались в кусты А он вот вышел Рванул на груди тельняшку И сказал, забираем Ну, так вот После этого Когда была еще одним история Помните, когда он велел всем богачам Скинуться, снять последнюю рубаху И отдать ее Ну, там всего-то 500 Да не важно Важно, что после этого 9 из 14 компаний Потеряли на бирже Примерно 400 миллиардов рублей А он Представителей этих компаний Назвал дураками и идиотами И я очень надеюсь, что теперь Господина Белоусова Будут окружать только умные И люди Которые будут во всем Поднимать его замысел С дураками и идиотами Будет покончено Окончательно Есть у нас вице-премьер новый Марат Хуснулин Которого хорошо знают в Москве А теперь знает вся страна? Теперь его будет знать вся страна И я очень надеюсь Я полон надет Что тот факт Что 46 земляков Хуснулина Ныне занимают Руководящие посты В госучреждениях Московского Здоровья комплекса Вызвана не тем Что это его друзья Знакомые Родственники Нет А исключительно тем Что он выбрал Самые лучшие в стране Какие смог тогда Предприятия И компании Которые выполняли Его заказы И планы Его непосредственного Начальника Господина Собянина Который К моему огромному Сожалению Не пошел на повышение А вот было бы здорово Если бы Собянин Стал Каким-нибудь министром Правда? Или хуже Премьер Министром Да Так что вот эти Татарские компании Которые сейчас Прочно обосновались В Москве Исключительно наверняка Потому что они Действительно Лучшие в стране Профессионалы Я очень надеюсь Что они теперь Смогут Объять И всю страну Есть у нас Конечно Еще министр Экономического развития По имени Максим Решетников Тоже Прекрасная новость Больше губернатора Да Я очень надеюсь Что он может Продолжить свою Творческую деятельность Помните Ночь длинных ковшей Когда В Москве В одночасье Несмотря на все Документы И с криками Что вы нам эти Филькины грамоты В нос Зайете Бумажки по собственности Прикрываться не надо Да Подумаешь Право собственности В конце концов У нас конституцию меняют А вы право собственности В Москве были снесены Предприятия Уличной торговли Киоски Там павильончики И прочее Это ладно С кену И на старуху Бывает проруха В конце концов Мне очень понравилось Его объяснение Почему это было сделано Это было желание Улучшить Инвестиционный климат Для бизнеса То есть Идея того Что если что-то мешает Улучшить климат Нужно вызвать Экскаватор Пару бульдозеров Роту ОМОНа Или Росгвардии И все будет в порядке И я надеюсь Что ничто не будет Больше менять Максиму Решетникову В его благих начинаниях Так Какие у вас все-таки Хорошие надежды У меня хорошие надежды Но наибольшие конечно Надежды у меня связаны Прежде всего И с министром просвещения Сергеем Кравцовым Который руководил Рособранадзором И который Вы помните Отобрал лицензии У Московской Высшей школы Социальных и экономических наук Более известной Как Шаненко И у Европейского Университета Санкт-Петербурга Я надеюсь Что теперь Ничто не будет мешать Господину Кравцову Полностью выполнять Поставленные задачи И отобрать лицензии У всех Кто ему не нравится Я думаю Что это прекрасное начинание Правда? И то что Некоторые его сотрудники Рособранадзора Обвинялись Врагами страны В плагиатах В своих диссертациях Это конечно Не помешает Никому Продвигаться вперед И вставать С колен Однозначно Есть у нас Министр спорта Господин Матысин Да? Ну только не говорите Что у него Какое-нибудь уголовное дело Да нет Ну кого интересует Уголовное дело Я полон надежд Я уверен Что он и дальше Сможет развивать спорт Передавая Принадлежащий Учебным заведениям Гектары земли Своим друзьям Которые заведуют Или которые являются Хозяевами рынков Потому что все-таки Что важнее Развивать бизнес Как говорил у нас Господин Константуллин И все остальные Или в конце концов Прыгать, бегать Заниматься драгоножеством Но разумеется Важнее это Важнее бизнес Поэтому я полон надежд Что он и дальше Будет продвигаться По этому путю Полоса препятствий Просто видоизменилась Но в чем вот вы правы К сожалению Мне очень противно признавать За вами правоту Господин Я понимаю Что вы меня не любите Искренне Вам противно Но что делать Но тем не менее Я не могу не сказать Несколько слов Относительно тех надежд Которые я возлагаю На госпожу Ольгу Любимову Она наша любимая Она любимого Не надо Она любимого Но она наша любимая Пока еще нет То есть ты это уже заранее решил На всякий случай Ты знаешь Вот мы с тобой В первой части обсудили Что например За надпись До Христа ради Меня интересует она Как администратор и бюрократ Вот меня интересуют Ее бюрократические посылы А вот все остальное Знаешь Так она напишет Или эти три буквы Может она математическую формулу Я вас умоляю То что человек пишет У себя на майке на пузе Это ради бога Это его лично Это меня меньше всего волнует Мы можем ее поддержать Найти такие майки И прийти все втрою Нет мы не можем Ее поддержать Потому что мы не можем Прочесть вслух В радиоэфире То что она Свои майки написала В конце концов То что позволено Министру культуры Не позволено простым диктором Правильно? Правильно Но у меня другое Госпожа Любимова Все время написала Эх Но какая сволочь Это читали вы да? Отменила крепостное право Нет это нет Это не читали Главное зачем Как бы вот мне Такую дуню При хозяйстве иметь Палашу Феню Ну и Прохора Чтобы следил за котлом На даче Вайфаем Вызывал вовремя Откачку его с мусора И машину на ТО возил Госпожа Ольга Любимова Простите ради бога Я вылетел из головы Ваше отчество Борисовна я уточнила Борисовна Ну конечно Борально Естественно Вы можете быть спокойным Вот теперь у вас будет И Палаша И Феня И Глаша И Груша И Маша И кто вам только Они все будут следить За вашим вайфаем И откачку Не будем уточнять Чего в эфире Будут производить вовремя Вы добились своего Но тем не менее Тем не менее Тем не менее Мне бы хотелось Еще вам рассказать Какую надежду Я возлагаю На нашу Культуру Министру Министру Культуры А кстати Между прочим А почему нету Минифи Для всего политика Ольга Любимова Которая написала Что она ненавидит И нет Я не переношу Написала она Ходить на выставки В музее Оперу Балет Классическую музыку Ну и дальше 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 Очень много В частности Она пишет Я была в Париже Но не была в Лувре Я очень надеюсь Что профессиональные обязанности Госпожи Любимовой Рано или поздно Приведут к тому Что ей придется Наверное Открыть какую-нибудь Выставку в Лувре Ну например Русского искусства Да Или вместе с Лувром Что-нибудь такое Замутить И ей придется Пересилить себя И в Лувр попасть Кроме того Вы наверняка Читали Да Про то что Про ноги читали Нет Про ноги не читали Ну что же Вы самое главное Это не читаете Так мы вас ждали Мы ждали Я понимаю Понимаю В политическом манифесте Госпожи Любимовой Относительно того Что Что такое Гражданское общество Нужно ли ходить На митинги Для кого вы это делаете Она написала Следующее Я прошу прощения Наиболее чувствительной Нашей аудитории Я то просто Давно пользуюсь Советом Психолога Живу в городе Москва Стране России По принципу Завещанному Жертву Насильника Я легла На спину Раздвинула Ноги Глубоко дышу И даже стараюсь Получить удовольствие Я очень надеюсь Что за прошедшие С момента этого Поста Десять лет Госпожа Любимова Научилась получать удовольствие Что не зря Она прожила Эти десять лет Глубоко Дыша И более того Я надеюсь Что тем не менее Она все таки Наверное Теперь уже знает Что сограда Фамилия Которую она Не хочет посетить Как она сама пишет Пишется не через букву О Сограда А Сограда Потому что она святая А не то что она Согорода А выражение В церкви Пишется с буквой И На конце Не в церкве А в церкви Если для этого Нужно стать министром культуры Я очень рад Что у нее выпала Такая счастливая Возможность Вот видите Я полон надежд А вы все хохочете И хихикаете Я хочу сказать Что вы не только Полон надежд Но и любви Конечно Конечно Вы просто обожаете Да нет Ну и наобидно За человека Правда Десять лет Она глубоко дышит Старается получить удовольствие Раздвигая все то Что только можно А результата Получалось никакого А вот теперь Слава богу Глаша будет следить За откачкой За откачкой Да Всего чего только Можно Пишет нам Это наш новый Министр культуры Да друзья Это наш новый Министр культуры Но на самом деле Если уж на секундочку Свернуть в сторону Я готов принести Извинения Всем нашим министрам И каждому в отдельности Включая госпожу Любимову Ибо как было написано В одной книге Она про книги Ничего не писала Что она их не любит читать Просто еще пока не вылезла Закрыла Во все свои Сегодняшняя новость Она закрыла Все записи Все Правда я не очень понимаю Зачем Зачем Да Потому что сейчас Вот сейчас Это даст Это называется Эффект Барбары Стрейзан Конечно Абсолютно Да Сейчас все уже давно Уже точно Сейчас в детских садах Я начну цитировать После этого Все было скачено Здравоохранение И мы радостно Все войдем Наконец-то В то светлое будущее Которое нам Последний раз По-моему Обещали году В 62-м Вот в таком случае Я готов Я готов Перед каждым из них И перед семьями Глубоко Извиниться Завтра мы пойдем Все вместе Смотреть Дау Полный вариант И несмотря на то Что некоторые Люди Из прошлого режима Утверждали Что это порнография А не эротика По собственному ощущению Не было никакой Экспертизы Ничего Ну хотя если 10 лет Заниматься Глубоко дышанием Наверное можно Понять разницу Да Если не будут Снова отзывать Про качественное удостоверение У фильмов Которые его получили Ну короче говоря Если мы будем Довольны их работой Я готов Перед ними Извиниться Давайте Сделаем тотализатор Как быстро Мне придется Это делать Вечно я бы сказал Андрей Юрьевич Вряд ли что-то изменится Пишет нам Алевтина Утром Дима с Дарьей Напоминали Что именно Любимого Имеет отношение Например К запрету Фильма Смерть Сталина На территории Российской Федерации Совершенно верно Судя по всему Она к этому Имеет отношение Хотя честно говоря Вот если здесь На секундочку Посмотреть С чисто Знаете Как в американских Фильмах Вы видели Что он стрелял Я видел Что он достал пистолет Был выстрел Чек упал Но вы видели Как пуля летит Нет не видел Значит это мог быть Кто-то другой Так и здесь Она по-моему Зачитывала решение О том Чтобы отобрать Это само Прокатное удостоверение Но мы с вами Не были на этом заседании И мы не знаем Может быть она Билась в кровь За то Чтобы этот фильм Вышел И в наказание Ее заставили Зачитать это решение И в наказание Ее сделали Министром культуры Господи Я об этом Вот что-то не Да Андрей Юрьевич Вот теперь-то Ей придется Брать на себя Ответственность Наталья из Нижнего Пишет Нам вы еще Вспомните Мединского А то плохо он был Вы знаете У меня кстати По этому Вот это хорошая Действительно СМС Мне периодически Ну вот С самого себя Возникает вопрос Может мы зря Их ругаем Потому что у меня Ощущение Что идет Отрицательный отбор Каждый Последующий Такое ощущение Что смотрит На предыдущую Говорит Так А что он еще Не Наворотил Да А вот пойду-ка Я сделаю Подождите У нас пока нет оснований Еще сегодня Дума Должна будет Утвердить поправки После чего только Новое правительство Сможет Засучив рукава И харкая кровью Идти вперед А есть интрига Да Есть интрига Может быть Сегодня Государственная Дума Не примет Эти поправки Откажется Скажет что нет Что мы считаем Что данные поправки Антиконституционные Что поправки нужно Дорабатывать Если вы хотите Вносить их через референдум Соблюдать юридические Как говорится Закорючечки Вот сегодня Наверное будет Такое решение Запросто Потому что изначально Если я хочу вам напомнить Фразу Путина Которая меня поразила Больше чем все те Поправки Которые он внес Я не говорю Что эта фраза Глубже Я не говорю Что она серьезнее Я говорю просто Что она меня поразила Больше Все остальное Было ожидаемо А фраза была такая Путин в свое время Предложил внести В конституцию Ряд изменений Подчеркнув Что главный документ Страны В целом Не исчерпал Своего потенциала Несмотря на то Что принимался Более четверти века назад После этой фразы Американские законодатели Должны пойти И все вместе Повеситься Потому что Их конституция Принималась Чуть больше четверти века назад И уж наверняка Исчерпала Весь свой потенциал Я даже страшно скажу Поскольку Периодически Ну комментирую Как экономист Всякие Экономические Казы В Германии Есть законы Действующие Со времен Кайзера Я даже не знаю Что теперь делать В Германии По-моему надо И все Потому что Ну Знаете А мне напоминаете Того соседа Который сегодня знал Что делать с Гондураса Да я думаю Что это правильно Его не стоит трогать Пожалеть болезных И отпустить Пусть сами там живут Как они в Германии Там живут А вы знаете Что у нас будет Сегодня обсуждаться В частности Да Поправка В статье 132 Конституции Вот Готов спорить Что сходу Никто не вспомнит Что это такое И более того Мало у кого Кроме наших депутатов Конечно Под рукой сейчас лежит Конституция С помарками Да А вот в статье 132 Должно быть Закреплено Понятие Казачья милиция Об этом заявил Член рабочей группы Помните У нас есть такая Рабочая группа Да По подготовке Предложений О поправках Атаман Всероссийского Казачьего общества Николай Долуда Я прошу прощения Уважаемого господина Долуда Я не знаю Где ставится ударение Его фамилии Таким образом Заявил он Мы высвободим Силы МВД Для борьбы с преступлениями Казачьего общества Насчитывается 180 тысяч В большинстве своем Они выступают За изменение Конституции Вот почему У нас все началось Вот она Движущая сила Наше общество Поскольку этот вопрос Кавычки Давно уже созрел Кавычки закрываются В частности Большинство Из 180 тысяч Требует Обновления Статьи Какой? 79 Поскольку Она предполагает Что международное Законодательство Важнее Российского А казаки Против Они требуют Чтобы наши законы Были Главнее Ну потому что Вот С нагайкой В Совете Европы Не ходят Почему? Вот Вот и они Задали вопрос Почему? Да Национальный костюм Да Я все чаще и чаще Вспоминаю Замечательную фразу Господина Медведева Помните? Это кстати Блистательный анекдот Про нового министра Премьер-министра Про Медведева Медведев Денег нет Вы держитесь А премьер-министр Деньги есть До тебя вы держите Да Который сказал Помните Что радоваться Такой чепухе Как Новый год Нелегко И недостойно Человеческого разума Это он цитировал Если вы помните Чехова Новый год Такая же дрянь Как и старый Стоит только разница Что старый год был плох А новый всегда Бывает хуже Господин Медведев И господин Чехов Умрите лучше не скажешь По-моему Продолжал он Ошеломленным журналистом Это он зачитал На горождении журналистов При встрече Нового года Нужно не радоваться А страдать Плакать Покушаться Самоубийство Не надо забывать Что чем новее год Тем ближе к смерти Тем обширнее плеш Извилистее морщины Старее жена Больше ребят И меньше денег Это вот Собралось Журналистское сообщество Получать награды Представляете Вот выходит Премьер-министр Он еще тогда был Премьер-министр Я не знаю С коробочкой С наградами Или за ним бежит Им выносит И он радостно Такими словами Приветствует Работников СМИ Но после этого Остается действительно Только плакать Страдать И покушаться На самоубийство Какое счастье Что нас с вами Там не было Мы люди впечатлительные Особенно вы Я даже честно говоря За вас бы волновался Ну и мы переживаем Мы переживаем Переживаем Станислав Аспятигорска Реагируя на вот Как раз Новости Обсуждения Нового правительства Пишет нам Ругать мы должны Прежде всего Себя Ведь мы позволяем Этому паноптикам Утвориться Да Это хорошая идея Я тоже считаю Что ругать нужно Прежде всего Себя Но только Не нужно забывать Что когда мы ругаем Вот прежде всего Себя Не нужно на этом Замыкаться Потому что В принципе Это очень выгодная Позиция Для тех чиновников Которых мы с вами Имели неосторожность Выбрать Представляете А вот они творят То что они творят Смотрят сверху Со своего лимпа Как там народ А народ начинает Как та унтер офицерская Чувствую вины Хлестать по разным местам Они радуются Ну слава богу До нас пока не добрались Я с вами полностью согласен Только мне кажется Что нужно Хлестать в обе стороны И себя Чтобы больше таких ошибок Не повторять И их Чтобы они понимали Что они немножечко Зарвались Вот Сергей Сторонто пишет Казаков нужно сводить На экскурсию К памятнику Рабочим Сражающимся С казаками У улицы 1905 года Может поймут Что нибудь Хотя вряд ли А что поймут Они живы А тот памятник Какая связь Спросят казаки Типа это же Не к нам Едем дальше Да Радостная новость Давайте Сейчас можно отмечать Славную дату Это не круглая дата Но хорошая дата Что произошло 33 года назад И несколько дней Вышло постановление ЦК КПСС Кто помнит Что такое ЦК КПСС Товарищи Слюньков Воротников Долгих Что такое Постановление В таком случае А это Они много чего Навыпускать Я себя чувствую Как педагог на ЕГЭ Да Которые Постановила Вернуть Зарубежную Литературу Изгнания Напомню Молодые части Наших слушателей Что кроме Сам издата Это понятно Да Еще существовало Понятие Там издат То есть книги Которые были изданы На русском языке За границей Они Также были Объектом цензуры Причем зачастую Более жесткой Чем сам издат Они изданы Типографским способом С них легко Можно было Спечатать Любой текст Короче говоря Это было Недопустимо 7930 изданий Были возвращены Благодаря этому указу Из спецфондов В общие фонды А именно Все изданные в СССР Произведения Авторов Эмигрантов Василия Аксенова Владимир Войнович Александра Галича Солженицына Виктора Некрасова И других Дело все в том Кто не помнит Что если человек Эмигрировал То все его наследие Книги Или в случае фирмы Мелодия Пластинки Или уничтожались Или помещались В спецхраны И найти их Было практически Невозможно Могло повезти Букинистическом Ты мог что-то Ухватить Неожиданно Но в принципе В магазинах Они не продавались Кроме того В общие фонды Были переведены Русскоязычные Произведения Авторов Имигрантов Которые были Изданы За границей Это книги Бунина Набокова Замятина Бродского Ходосевича И других Кстати Хочу сказать Что в официальном Ну полуофициальном Сообщении Об этой годовщине Среди людей Которые покинули Россию И уехали С 18 по 88 год То есть Набоков Замятин Бродский И так далее Почему-то Была фамилия Николая Гумилева Это очевидно Вызвано Ну или некоторым Незнанием Его биографии Напомню Николай Гумилев Был расстрелян Большевиками Или общей идеей Того Что уж лучше смерть Чем оставаться Здесь в те годы Короче говоря Это очень многие Перепечатали Почему я на этом Останавливаюсь Запомните Гумилев Никогда не эмигрировал А книги его Сборники стихов И публикации его Действительно Были практически Запрещены Их просто не было Старые книги Найти было Крайне трудно Так вот Благодаря этому Постановлению Все это вернулось В библиотеки И на полки Книжных магазинов Всего лишь 33 года назад Андрей Юрьевич Гаврилов В студии Серебряного дождя Со своей точкой зрения Оставайтесь с нами Продолжим Через несколько минут Точка зрения Андрея Гаврилова Да именно так Андрей Юрьевич Гаврилов Кстати Подождите Прежде чем Восторженные толпы Будут аплодировать Я имею ввиду вас С Дашей Да У меня возникает вопрос Слушайте А я пропустил Кажется А куда делся Мутко В итоге Ну он там тоже Каким-то Сейчас я вам скажу Потому что За Мединского Я спокоен Он стал А я например Не спокоен А я спокоен абсолютно Он стал советником президента По культуре Да И теперь у президента Есть помощник по культуре Петр Толстой И советник по культуре А помощник И они вдвоем Наконец-то помогут Ему узнать Кто такой Юрий Шевчук Если вы помните У президента С этим большие сложности Помогут и посоветуют И посоветуют Да Помощник и советник Правильно Помогут и посоветуют А куда делся Мутко Он как-то вот Растворился вдруг В этом Не я думаю Что он пошел Писать учебник По английскому языку Да ничего подобного Ничего подобного Сейчас я вам скажу Виталий Мутко Который курировал В правительстве Медведева Строительство Да и региональное развитие Возглавит Точнее может возглавить Как пишет РБК Госкомпанию Дом РФ А что такое Дом РФ Это основной Это Сберовская По-моему дочка Основные застройщики Всего жилья Ну ребята Все хана Ой Значит у нас Были двое самых любимых Как мы знаем По опросам министров Мутко и Мединский Вы смотрели Последнего терминатора Там есть Замечательная новинка Терминатор мог Раздвоиться Бегать Бегает Один такой Человекоподобный Один железный А потом соединятся Обратно Вот я думаю Они все такие Может быть Мутко и Мединскому Надо было бы Как-то соединиться И взяли бы Общую фамилию И взяли бы Взяли бы Общую фамилию Так стоп Так смотрите Дом РФ Агентство ипотечного Жилищного Кредитования Создано По решению Правительства Российской Федерации В 97 году 100% акций Компании Принадлежит Правительству Российской Федерации В лице Федерального агентства По управлению Государственным Имуществом Входит в группу Институтов развития Координируемых Государственной Корпорацией Развития Веб-РФ А это вебовская Все-таки история Да Ну это по крайней мере То что пишет нам Википедия Ну по крайней мере За наше жилье Теперь можно быть спокойным Да комплексная поддержка Жилищного сектора России А вы кстати Андрей Юрьевич Брали мутку Уроки английского Нет Я вот чувствую Пробелы в образовании Вот оно видно Андрей Юрьевич И слышно Что-то у вас Не так Да ладно Ладно Давайте вам хорошие новости Расскажу Я вам не помню Я вам рассказывал Про рождественские Маневры 2020 В славном городе Тольятти Нет еще пока Ну как же Вот видите Это у вас пробелы Давайте В Тольятти Прошел фестиваль Рождественские Маневры 2020 Это прошло В парковом комплексе Истории техники Имени Константина Григорьевича Сахарова Наши Рождественские Маневры Написаны В пресс-релизе Мероприятия Это возможность Всем людям Далеким От военной службы Обратить внимание На повседневность И тяжесть Воинского труда Оценить свой Потенциал И силы Еще мы лечим От книжного Романтизма И шутерной Или шутерной Не знаю Шутерной Матерной шутерной И шутерной Заносчивости Это цитата Что такое Шутерная заносчивость Честно говоря Я не знаю Я предполагаю Что это то Что уже возникло В последние годы И что я мог пропустить Шутерная заносчивость Когда зрителю Случайно Достается Глоток Порохового дыма Или он ощущает Вкус земли Просыпается Наша Родовая Память Вот Вкус земли Ну ладно Здесь самое время Рассказать о своем Прадедушке И дедушке Тех десятках миллионов Кто воевал И мерз в окопах К реконструкции событий Добавили соревнования Для зрителей Штурм высоты Одолеть 50 метров Открытого пространства И хотя бы один раз Не засветиться Красной лампочкой На шапке Не удалось никому Вот теперь я Когда вы будете Что-то не то говорить Дима я буду говорить Что вы засветились Красной лампочкой На шапке Теперь всем очевидно На что шли бойцы Штурмуя пулеметный дот Не очевидно Ну ладно Окей На площадке На площадке У бронетехники Звучала бойкая пальба Это ребята Военно-промышленного клуба Сверепые суслики Это цитата Не нужно на меня Так даже смотреть Я не Если кто-то и сошел С ума То в данную секунду Это не я Показывали возможности АКМ и РПК Потрясающе пела Певица Виктория Сыровые суслики Да Свирепые Свирепые Давай вступим Потрясающе пела певица Виктория И веселые снеговики В шортах Гнули сковородки Не надо ржать Вы мне портите впечатление Это было настоящее Народное гуляние С шашлыками Пловом И чаем Не обошлось И без рождественского Позирования На камеру В нацистской форме А вы что сейчас считали Я просто пытаюсь понять Это о чем Коллеги Я думаю Как интересно Но как же не просто В Тольятти Как скучно Мои дорогие Как скучно мы живем То что вы говорите Это детский лепет Идем дальше Можно я продолжу В городе Омске Состоялся Второй императорский бал Читаю Официальное сообщение Здесь ничего придумывать Не надо Ровно в 17 часов Под звук полонеза Участники торжественно Прошли по паркету Исторического парка Парка Россия Моя история Устроитель мероприятия Комитет Царские дни На омской земле Второй императорский бал В Омске Дим Сядьте Посвящен 75-летию победы Правильно В Великой Отечественной войне Да Советую сесть И личному вкладу Императора Николая Александровича Романова В Великую Победу Правильно Цель балла Познакомиться С уникальными Малоизвестными И неизвестными фактами Времени правления Императора Николая Второго Его участие в победе Его личный вклад в победу Подтверждается Фактами Все-таки у дураков Мысли сходятся Я вчера это Как раз засчитывал Мы пытались Честно говоря С Дмитрием Валерьевичем Разобраться Про вклад А я Поняли А я кстати Нет Мы решили Что мы лучше Сделали Вече Нам показалось Минуточку А ты потом До тебя дошел Я не просто дошел А я потом Дочитал эту новость Я ее посмотрел И теперь я вам Между прочим Объясню Давайте Чтобы вы знали Чтобы вы знали Какой вклад Николая Второго В победу В Великой Отечественной войне Он дороги строил Был ответ Оттуда Откуда Ну вот там же есть Потом ему задавали Этим вопрос По этой какой-то там Организации Что-то Царь времен Что-то А они сказали Дороги же он строил Строил И благодаря этим дорогам Наши войска Победили В Великой Отечественной войне Все То есть я правильно понимаю Что благодаря этим дорогам Немецкие полча Так легко дошли Практически до Москвы Нет Они петляли Они петляли Потому что дороги были неровные А наши В обратную сторону Зная Прошли А у наших была карта А у наших была карта Все Ну все Умылись Убрали на месте просто Вот Вы какие-то А почему другие императоры В таком случае Как-то не проявились Вы еще знаете Скажите где-нибудь От там этих Первичного человека Что он там Пещеры делал Я теперь начинаю понимать Глубокий смысл Фильма Союз спасения Конечно Это тогда и началось Да Вот Чтобы декабристам Легче было отправиться В ссылку в Сибирь Были построены дороги Вот Вот она Вот понимаете Вы причину следственной связи Хоть отлавливать начинаете А то как-то Непатриотичненько Как-то вот Не можете найти Я хочу заплакать и уйти Не надо Я с вами Андрей Не надо Не надо Не надо Но все-таки Там свирепые суслики Надо вступить И снеговики со сковородками Снеговики в шортах Со сковородками Гнущие Сгнущие их Это потрясающе Это прекрасно Скучно мы живем Скучно господа Не лазь Слушайте Ипполит хотел лазить Там куда-то К женщинам В окна к любимым женщинам В окна к любимым женщинам А тут Снеговик У них Ипполит У нас старик Козлодоев Не надо Ой боже Едем дальше Давайте А вот дальше Ничего особенно смешного У нас и не будет Есть конечно Одна фантастически Смешная вещь Вы читали Сейчас уже не знаешь Чего вы читали Поздравление Нашего нового Премьер-министра Господину Хуснулину Нет Пока еще нет Что серьезно читали Не зачитывали На сладкое оставляли Андрей Юрьевич Специально под ваш приход Мы не можем Вы серьезно На красной планете Все твари уснули Попрятались в щели Моллюски и ети Ведь к ним Прилетая Строитель Хуснурин Он завтра проводит Обход на рассвете Вы что Вы не знаете этого Ну давайте Жгите По местному грунту Я не могу Все это Дайте я могу Зачитать Я на конкурсе часов Все-таки занимал Вторые места С конца Не Меня туда просто Не пускали Так На красной планете Все твари уснули Попрятались в щели Моллюски и ети Ведь к ним Прилетает Строитель Хуснулин Он завтра Проводит Обход на рассвете Надев свой Скафандр Большого размера Которому Равных По прочности Нету И куртку С портретом Московского Мэра Он взглядом Хозяйским Окинет Планету По местному Грунту Пошарив Руками Но как По столу Своего кабинета Он в нем Обнаружит Строительный Камень Закатно-багряного Красного Цвета И мысль Что стремительней Метеорита Пронзит Его мозг Ослепительной Спицей Я Кремль Вот таким Марсианским Гранитом Потом На земле Облицую В столице Ведь это Такая Алмазная Жила Жила Предложим Строительному Комитету Здесь Нет же Налогов Ядреная Сила С собой Возьму Все Что влезет В ракету Ракета Тревожно Свистит Словно Пуля Ее Ожидают Тяжелые Роды Везет Космонавт И строитель Хуснулин На землю Гранит Марсианской Породы И вот он Раскинувшись Словно В карете Готовится К старту В трудах И заботе А рядом Трофей Марсианского Йети Которого Он Усыпил На охоте Вот Мне кажется Что это Клевета По-моему Я считаю Что это Надо как раз Учить наизусть Это значит Учить детям Да я понимаю Да Особенно в новостройках Да Но Когда Я это прочел Я подумал Как можно Йети У меня только одна была мысль Я понимаю Что можно облицовать Кремль Мы недавно это проходили Кто-то хотел его в белый цвет покрасить А почему бы нет Как можно Йети Спрятаться в щель Вот это меня поразило Нет подождите Но он же марсианский Йети Вдруг они умеют Андрей Юрьевич Мы что-то не знаем про них Там вообще Все по-другому Да Конечно Вопрос в другом Я вот сейчас тебя Дим слушала И думала Как бы это красиво мог спеть Лепс И почему он до сих пор этого не сделал Это временно А он Я знаю почему он это не спел Я могу вам объяснить Почему Дело в том Что в интернете В интернете все есть Как мы знаем Есть ролик Где-то читает сам будущий премьер-министр А какой Лепс может сравниться с премьер-министром Ваши не пляшут Тут все Слушатели пишут в наш ватсап Обратите внимание Как дальновидно Просто московского мэра А не с конкретной фамилией Стихотворение на века Да Правильно Более того Не только стихотворение Но и участники стихотворения Авторы и задействованные там лица На века Надо к этой мысли привыкать Да Касаемо как раз Важных перемещений Я могу сказать Что очень любопытны мне выборы Следующего мэра Господине Мишустине Мне очень жаль Что все-таки Собяй Не пошел на повышение Как-то я рассчитывал на то Что он будет премьер-министром у нас Что ну просто Тогда не будет неожиданности Все будет понятно Более-менее Я кстати не знаю Вы уже заметили эту новость Да что Москву вывели Из состава Российской Федерации По законам А потому что Другой город Другая страна Да совершенно верно Мы все время говорим Что есть Россия Есть Москва Я Москва Теперь это практически Закреплено официально Потому что Из федерального закона О застройке Жилыми и нежилыми помещениями Москва вынесена Для того чтобы Не заморачиваться Какими там охранными зонами Культурными вещами И прочее Кстати вот Интересная тема Для нашего будущего Или уже настоящего Министра культуры Как она будет разбираться С проблемами Уничтожения Культурного наследия Не только Москвы Но и страны Я понимаю что Наверняка это входит Не в ее компетенцию Но посмотрим что-нибудь Будет хоть какое-нибудь Заявление по этому поводу Или нет Ну да Здесь это все-таки Больше стройкомплекс С этим развлекается Насчет цензуры Мы с вами говорили о цензуре Прекрасные новости Из города Урюпинска Цензуры нет в России Совершенно верно 33 года как уже нет Поэтому мэр и Урюпинска Вы в курсе про город Урюпинск? Есть Он употребляется всегда в новостях Даже когда новости не об Урюпинске Он употребляется даже в анекдотах Да просят меня жители города Урюпинска Даже когда Такой славы нет Да Вот какое должно быть Представление о вселенной У человека Который не летит за Йети на Марс А который может уволить Главного редактора Только потому Что фотография Федерального чиновника Была расположена Ниже фотографии Областного чиновника Просто может быть Там была Фотография ниже пояса И понимаете Я прошу прощения Что значит Это что есть рентген кабинет Что-ли Ну да просто И он как-то сказал Что понимаете Я не в то место Туда смотрю И поэтому Неправильно Располнил Вот давайте Я только писать Не в то место смотрю Это не надо Ладно Наши чиновники Смотрят куда надо Даже если это не то место Оно у кого надо место Все в порядке Это нога Кого надо нога Как было сказано В бессмертном фильме Так что вот Человек был уволен Это госпожа Ольга Шулебина Которую я приношу Искренние соболезнования В связи с тем Что за такую глупость Ее оказывается Теперь можно выгнать с работы Посмотрим Она собирается Восстанавливаться Посмотрим Получится у нее Или нет Повторяю Фото федерального чиновника Было ниже Фото областного Действительно Я бы тоже уволил Андрей Юрьевич Гаврилов И его точка зрения До конца этого часа В эфире Серебряного дождя Потапенко Будет Да нет Это Андрей Юрьевич Гаврилов Нас сегодня Разбудил Да я бы сказал Не просто разбудил Где вы находите Такие прекрасные новости Все-таки Снеговики В шортах Ну вы знаете Как Андрей Зарославль Наш постоянный Слушатель пишет Как у нас все плохо Ну что вы Андрей Он у нас Это у нас любимый Да Разве у нас все плохо Почему же вы такой пессимист Наоборот Мы по-моему Все время говорили Про то Как у нас хорошо Неужели вам Ни одна новость Не понравилась Хорошо станет Седрецкой жить А Да Ну ладно А вот Илья спрашивает Дим А почему вы ко мне То на вы То на ты Вот вопрос На засыпку А я отвечу Потому что Если в этот момент Дима Считает Что Как-то Можно спокойно Нормально поговорить То мы с ним Конечно на ты А если в этот момент Дима чувствует Какое-то Подобострастие Потрясение От моих глубоких Измышлений Вот тогда он Конечно на вы Все же ясно Я более того Припадаю Ниц и заползаю Мыть ботинки По поводу Стихотворения Мишусина Посвященное Хуснулину Мария нам пишет Учитывая что Господин Хуснулин Сделал с Москвой Неудивительно Что все попрятались Я бы тоже попряталась Имеется ввиду Вот этого марсианского Йети Который умеет Забиваться в щель Ладно Но раз Аросандре Зерославля Считает что у нас Все плохо Странная мысль Правда Какая-то неожиданная Я хочу Немножечко в таком случае Пойти у него На поводу И после Веселого Полузимнего Полу непонятно Какого ржания Привести несколько Действительно Серьезных цифр И кто-то сказал Замечательная фраза Не моя Не нашел автора Хотя пытался Что у нашего мэра Которого Вот мы никуда Пока сейчас Ничего проводить не можем Который с нами Почти на века У него понятие Красоте Это семизвездочный Египетский отель Я бы еще добавил Что вы знаете Вот есть такое понятие Бумажная архитектура Когда архитекторы Что-то Или свои проекты Или то что невозможно Осуществить Ну денег нет Мало ли почему Делают на бумаге Из этого устраиваются Выставки и прочее Так вот У меня ощущение Что наш градоначальник Вот он смотрит на макет Сделанный из белого ватмана И там нарисованы Не нарисованы Или поставлены фигурки Улыбающихся мам С колясками И счастливые люди С портфельчиками Бегут на свою Высокооплачиваемую работу И листья Сделаны на деревьях Каких не бывает в городе Никогда Уже лет 500 Вот он смотрит на это И говорит Круто Так и сделаем И вот появляются Эти уродливые кварталы Которые грязные До невозможности Жить где нельзя Ветер продувает насквозь Потому что сделаны Вот эти трубы Из домов одинаковые Короче говоря Что не имеет Ни малейшего отношения К реальной жизни Вот сейчас В Москве заканчивается Это продлено До конца января То что называется То ли рождественские гуляния То ли новогодние праздники Ну в общем Короче говоря Все это Это московское убранство На которое Я не знаю Сам Собянин приходит Туда время от времени Погулять Посмотреть Или у него на это Нет времени Но на которое Приезжают посмотреть Люди В общем-то С самых разных городов То что это к Москве Не имеет ни малейшего отношения Это понятно Москва все-таки Немножечко другая То что там есть Хорошие вещи Неоспоримо Например Там поставили Какую-то штуку Не знаю как Называется Рукогрейки Куда на разной высоты Такой столбик Там такие дырки Засовывают сюда руки Если ты замерз И буквально через несколько секунд Рука у тебя согревается Там внутри Теплый воздух Дети с удовольствием Туда руки засовывают Я на ютубе вроде ролик Такой видел Мужик забегает в туалет И Так Дальше не надо Вы сдержитесь Он просто Это не Тарука Грейка Не знаю Не знаю Я редко смотрю На туалетные ролики В ютубе Это я верю вам на слово Дима Это реклама Вот Короче говоря Все это сделано прекрасно Чуть-чуть меньше Стало этого Псевдопатриотического Этой псевдопатриотической Хохломы чудовищной Которая была раньше Сохранился ритуальный цвет Ритуальный в смысле Общество Компания Ритуал Которая кладбищем Кладбищем занимается Но Я расскажу о другом За три года На новогодние праздники Потрачено в Москве 7 миллиардов рублей Точка Я не знаю Много это или мало Я знаю только другое Что при онкологии Пересадка костного мозга Ребенку Стоит 2,5 миллиона То есть за три года Можно было спасти Даже не забыв про коррупцию Главное Отключив всю эту Идиотскую иллюминацию Почти Три Тысячи Детей Только Не устраивая Вот этот Египетский Или турецкий Даже базар Вот у меня вопрос Мэру И всем Тем Кто рядом с ним Им плевать На этих Три тысячи Умерших детей Они готовы Устроить пляски На кладбище И дальше Это и дальше будет продолжаться Или все-таки Причина в другом Что они просто Настолько оторваны От реальной жизни Что считают Что действительно Три тысячи Умирающих детей Посмотрят на ролик В Ютьюбе И будут радоваться Вот мы здесь лежим Без лекарств За то Как хорошо в Москве Как здорово Как прекрасно Какое великолепие И как здорово Что другие радуются Вот этот вопрос Который я бы хотел Задать мэру Зная точно Что ответа К сожалению Я не получу И Андрей Зярославля Это та Может быть Не очень хорошая новость О которой Вы так просили Андрей Юрьевич Гаврилов Был в студии Серебряного дождя Ждем в следующий четверг С Дмитрием Потапенко Ждем в следующий четверг Ждем в следующий четверг Продолжение следует